Многие, кто почувствовал на себе, что такое коронавирус, жалуются на дышку, быструю утомляемость, приступы головокружения и другие подобные нарушения здоровья. Их наличие указывает на сохранение изменений прежде всего в легких, говорят врачи. Именно на устранение этих симптомов и направлена в большей степени программа реабилитации, рассказывает Наталья Матюшкина. Когда повезли меня на коты, у меня уже было 10% поражения любки. Через два дня у меня еще прибавилось, 14% стало. И вот тогда они меня госпитализировали, и я 10 дней там пролежала. Сначала Татьяна Кожевина лечилась от коронавируса амбулаторно, потом в госпитале. Выздоровление наступило лишь через три недели. Теперь курс реабилитации. В физиотерапевтическом отделении она посещает сразу несколько процедур. На магнит, на дыхательную гимнастику и на галлотерапию. Вот сейчас я эти уже два прошла, конечно, почувствовала я уже намного облегчение, а то, знаете, такая слабость была невозможна. Коронавирусная инфекция коснулась уже практически каждой семьи, но у всех пациентов она протекает по-разному. Развитие болезни зависит от состояния иммунитета, наличия хронических заболеваний и возраста. При этом вирус поражает весь организм в целом, а восстановление от недуга занимает не один месяц. Наиболее серьезное осложнение, которое требует обязательной реабилитации – пневмония. При коронавирусе они немножко отличаются от тех пневмоний, которые мы раньше знали. Там все-таки был процесс более ограниченный. И лечение немножко меньше нужно было затратить времени. И прогноз был получше немножко. Когда идет длительная гипоксия всего организма, изменения происходят во всех органах. Начиная от сердца, почек, мозга, во всех. Даже люди приходят, у них и суставы начинают сильнее болеть. В общем, обостряются все хронические заболевания. При разрушительном действии на легкие в местах поражения образуются рубцы. Нередко после перенесенного ковида развивается хроническая дыхательная недостаточность. Таким пациентам необходимо посещать занятия по лечебной физкультуре и делать дыхательную гимнастику. И заодно руки в другую. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Эти нехитрые дыхательные упражнения пациенты продолжают выполнять дома, как и другие предписания врачей. В оздоровительный курс входят также магнитотерапия, лечение светом, ультразвуком и микроволнами. Это микроволновая терапия. Здесь проникновение глубокое оказывает действие и противораспалительное, и сосудистое, и спазм снимает мышечный, и спазм бронхов снимается. И человек, естественно, реагирует на все это. Важную роль в процессе реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции играет лечебный массаж и галлотерапия. Это как имитация солевой пещеры, искусственная солевая пещера. Здесь создается концентрация, достаточная, именно необходимая для того, чтобы легкие снова раздышались. Легкие как чистятся, потому что мы дышим сухой солью, аэрозоль солевой сухой идет. Соль на себя, сами знаете, притягивает жидкость, человек пьет, и немножко вот этот отек в легких непосредственных, он снимается. Человек несколько раз сходит в галлокамеру, и ему легче дышать. Постковидной реабилитации в Муравленко уделяют большое внимание. Только за последние три месяца прошлого года пациентами физиотерапевтического отделения стали более 300 жителей, перенесших пневмонию. Сейчас восстановительное лечение здесь проходят 36 человек. Есть и такие, у кого поражение легких достигало 90%. Все они отмечают значительные улучшения после процедур. Ну вот сейчас хожу на галлотерапию, посмотрим, что я только третий день сегодня, а 10 назначили. Так что я довольна. У меня вроде бы, знаете, немножко даже появилась как, ну, сила. А то, понимаете, уже возраст преклонный. Силы даже не было никаких. Наталья Матюшкина, Виталий Седняев, Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин.